Добрый день, уважаемые зрители! С вами доктор Константин. Сегодня, пожалуйста, будьте внимательны. Лекция для всех мужчин и женщин. Она короткая, но очень поучительная. Данная точка ТР1 Гуанчун, находящаяся в безымянном пальце на правой и левой кисти, является точкой половых желез, как мужских, так и женских. Пожалуйста, анатомический сайт вам помочь. Почитайте, что такое гонады, поинтересуйтесь. Почитайте, какую функцию выполняют половые клетки, как у мужчин, так и у женщин. Что у нас формируют половые гормоны. Ну и, конечно же, что такое точка половых желез? Это точка полового влечения, как у мужчин, так и у женщин. И полового поведения. Данные клетки начинают работать, когда у человека, у мужчины и у женщины, либо у мальчика, у девочки, идет половое созревание. Либо, я всегда говорю, это возраст отрочества. Это самый трудный возраст, где человек познает, что такое добро и зло. И вот здесь именно эти клетки играют огромную роль. Потому, помните, для того, чтобы мужчина более по-мужски мог проявить себя с женщиной, данная точка вам в помощь. Если женщина хочет больше женской энергии проявить с мужчиной, данная точка, это один ванчуй, вам в помощь. Если мужчине не хватает полового влечения, данная точка вам в помощь. То же самое и у женщин. Единственное, но мы просим, данную точку очень сильно тонизировать не рекомендуется. Почему? Потому, что избыток той энергии, которую вы породите с помощью тонизации данной точки, может привести в всплеску половых ваших гормонов, клеток и не только. Вследствие чего, как это будет проявляться у каждого человека по-своему. Но любой человек это может проявить с негативом. Поэтому данную информацию вам в помощь, чтобы этого негатива не было. Помните, данная точка тонизируется очень мягко. Очень мягко для того, чтобы не раздразить всю свою половую сферу. Это касается как мальчиков, так и девочек. Это касается как мужчин, так и женщин. Помните, данная точка тонизируется. Спасибо за внимание.